Правительство сообщило о постепенной стабилизации цен на продукты, об этом хвастаются пропагандисты Russia Today со ссылкой на премьера Мишустина. Здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ожиотнаженном спросе. Ну, у пропагандистов, может, цены и стабилизировались в каком-нибудь Лондоне, хотя Мишустин тоже известный экономист. Ежу ж понятно, если на условную гречку начали расти цены, это заговор. Скачок стоимости бензина, рост тарифов ЖКХ и курсы иностранных валют тут ни при чем вообще. Они же никак не влияют на производителей и торговцев. А вот заговор, да, это действительно реально. Вообще во всем виноваты зеленые человечки с Марса. Начинаем! В России переместимся. Знаете, после того, как я увидел в этот раз реакцию наших властей на происходящие процессы, я понял только одно. Им чихать на наших детей, я сейчас, конечно же, о трагедии в Казани говорю настолько наплевательского отношения. Не помню просто, из чего сие следует. Ну, во-первых, траур, который почему-то никто не объявил. Сумасшедшую пыль расстрелял 20 человек. А Иван Ургант на следующий день шутил в эфире Первого канала. Страна веселилась. Ну, и второй момент. Я так нигде и не услышал до сих пор простейшие вещи. Господа, с нашими детьми что-то не так, мы неправильно их воспитываем. Мы не уделяем им должного внимания, потому что... Ну, а как еще можно объяснить? Одни и те же повторяющиеся ненормальные ситуации, когда подросток хватает ружье и идет в школу стрелять по учителям и учащимся. Сперва такое случилось в Керчи. Теперь вот в столице Татарстана не все в порядке в датском королевстве. Но в эфире в эти дни я слышу совсем другое. Сергей Колясников, он же Зергуля, написал следующее. В любой трагедии, как и любая трагедия, произошедшая вчера в Казанской школе номер 175, четко показала нам, кто человек, а кто нелюдь. И, как обычно, вся российская оппозиция, как один, оказалась нелюдью. До мелочей совпадая по контуру с украинскими нацистами и прочими вырожденцами. Да, Фашик Соловьев сидит и костерит оппозицию, крабандыровцев сюда приплел зачем-то. Нашлись даже индивидуумо, который Навального к этой истории пытались прикрутить. Володин с Хинштейном в Госдуме верещат. Давайте запретим интернет. Им вторит негодяй Красовский, которого, подозреваю, готовят на замену мерзавцу Соловьеву. А это-то тело еще более гадкое и беспринципное. Мы называем это терактами, при этом прекрасно понимая, что они никакие не террористы. У них нет ни идеи, ни веры, ни даже, видимо, чувства мести. Это не террористы. Это поколение, не одно уже, а несколько поколений геймеров, относящихся к жизни, как к компьютерной игре. То есть они взяли и перевели произошедший кошмар в политическую плоскость, решили использовать случившееся как повод для дальнейшего закручивания гаек и оправдания тирании со стороны того, что мы ошибочно называем государством по отношению к народу. Одна баба тут вообще сказала, некая волынец, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, это произошло, потому что у нас нет внятной государственной идеологии, как нет. Да есть у нас идеология, и эта идеология называется фашизмом. Или чем-то в этом роде. Это реальная журналистика. Поехали! Хотя еще раз, и теперь серьезно, при чем тут Навальный и вся оппозиция? При чем тут интернет? При чем тут компьютерные игры? Разрешите повторюсь. Очевидно, что проблема заключается в одной единственной штуке. Детьми у нас никто не занимается. В советское время были октябрята, пионеры, комсомольцы. До сих пор с удовольствием перечитываю Рыбакова и его кортик «Бронзовую птицу». Сегодня это есть. Общие интересы стран и общее прошлое тем, кто родом из Советского Союза, хорошо знакомы эти ритуалы и символы, вынос знамени под звуки горной и барабанную дробь, пионерские салюты, значки, пилотки и красные галстуки. В советские годы 19 мая вся большая страна отмечала День Пионерии. Это целая система воспитания. Детей приучали к дисциплине, ответственности и готовили ко взрослой жизни. А на деле получилось счастливое детство, о котором теперь многие взрослые вспоминают. Помню, показали нам месяца два назад, как губернатор Приморья Кожемяков пионеры «Единой России» детишек принимал. А можно узнать, что дальше с этой детской организацией стало, чем там сегодня занимаются. Планы их какие-то посмотреть можно. А вообще, я бы даже съемочную бригаду туда отправил, в смысле в Приморье, и в эту как будто бы пионерскую дружину. Я серьезно, я не шучу сейчас. Отзовитесь, ядросы бесплатно готов пропиарить ваше хорошее начинание. Губернатор Приморского края Олег Кожемяков поздравил приморских школьников с посвящением в пионеры «Единой России». Клятву торжественно принесли 58 учеников Владивостокской школы номер 21. Церемония прошла в мультимедийном историческом парке «Россия – моя страна», возведенном в дальневосточной столице по поручению президента. Перед мероприятием глава региона пообщался со школьниками, поделился воспоминаниями о том, как сам когда-то вступал в эту детскую организацию, как вместе с друзьями помогал пенсионерам в уборке с доставкой продуктов. Завершилось торжество традиционным ритуалом посвящения в пионеры – завязыванием галстуков цвета российского триколора, которые считаются основным... Вот только я больше чем уверен, что не отзовутся. Мне что-то подсказывает, что такой организации, как пионеры «Единой России» в принципе не существует. Ее создали на один день, чтобы показать по телевизору все. Ну и чего мы тогда хотим? О чем речь-то? Вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей, мы занимаемся показухой в зомбоящике. И мейкаперы зомбоящика об этом знают, и чиновники знают. Кстати, раз уж о зомбоящике вспомнил, просто хочу вам еще раз показать кадры из уже старенького фильма моего коллеги Игоря Яковенко «Медиафрине». Там как раз о том, откуда берется озлобленность в людях. В молодых людях в том числе, а то здорово придумали. Интернет во всем виноват. Все нынешние милиции украинской, которая только что набрана из правого сектора, вся дружно в свастике сидит, хайл показывает. Кровь российских младенцев, это сок такой они наливают. Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску гавриня, прибили. Обычная запорожская школа, номер 106. Детям, маленьким деткам, в третьем-четвертом классе, учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая взгляд в Россию. Основной продукт, который производят российские телеканалы – это ненависть. Есть прямая причинно-следственная связь между беспрерывной ложью, потоком льющейся с экранов телевизоров о распятых украинскими силовиками мальчиках и изнасилованных восьмилетних девочках, порождаемой этой ложью атмосферой ненависти к Украине и ее народу, и теми тысячами россиян, которые вливаются в ряды оккупантов и убийц, ДНР и ЛНР. Где для вас заканчивается оппозиция и начинается пятая колонна? И, наконец, чувствуете ли вы личную ответственность за возвращение этого термина, который только усиливает в обществе враждебность и раскол? Спасибо. Не чувствую никакой ответственности в этом отношении. Я оставлю ссылку на фильм в описании. Будет время посмотреть. Это не реклама. Картина действительно достойная. Многое станет понятным. А самое главное, очень хочу надеяться, что вы поймете и откуда в наших детях столько агрессии. Ну и чтобы не на грустной ноте, не знаю, в каком городе это было снято, прислал кто-то из зрителей, на кадрах, которые вы увидите дальше, запечатлен какой-то синяк, пьяный в дугу. Синяк отказался платить за проезд в автобусе и нахамил кондуктору, при этом тряс курочками депутата от «Справедливой России» внимания. Друзья, если кто-то опознал это чучело, напишите мне в почту. Ну, Родина должна знать своих героев, тем более накануне выборов. Обязательно придадим огласке фамилию и имя народного слуги, а там уже пусть с ним партия разбирается. И вообще, почаще присылайте такого рода кадры, кто-то должен ставить на место таких вот мурламоев. Все. Это была «Реальная журналистика». Подписывайтесь на наш канал, здесь вы найдете здравый смысл. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока.